Я еще раз всем здравствуйте, меня зовут Денис Нарижный и... что не так? Как ты мокрый? Маша, скажи быстренько, что ты имеешь в виду? Метология, кибер-маркетинг, менять местами... Местами по меня, все, я прям в свете. Я являюсь руководителем студии, я выгоду сердца и читаю лекции по юзабилити, по сео, метологии, кибер-маркетинге. Топ-эксперки, еще где-то, ну и не суть. Я участвую в отраслевых инфляциях и сегодня я хотел рассказать такую тему, наболевшую для меня. Листайте вы, по ходу разбираться. Очень наболевшая тема, то есть про что поговорим? Поговорим про тестирование, пользуясь в тестировании. Для того, чтобы чуть-чуть разбавить, и повеселее у нас было, мне такой скучный материал, я там прям заготовил лекцию-лекцию, 15 видов тестирования, вы наверняка кто-нибудь из вас какие-то слышал, кто-то даже что-то тестировал, но я уверен, что от каждого из вас что-то новое я смогу дать. Видите красивого человека, который кричит «Говно о сайте!». Если вы его увидите по ходу моего доклада, я решил раздать немножко денег на своем сервисе, чтобы вы могли улучшать свои сайты, повышать конверсию, зарабатывать чуть больше. Как только появится слайд с этим человечком, вот там внизу есть ссылочка на мою группу, выкладываете пост со слайдом, не важно, трансляции кто-то нас смотрит, кто-то здесь смотрит, фотографируем слайд, выкладываем в группу, деньги ваши, количество денег, которое вы получите, оно будет прямо на слайде. Поехали. Самое важное, что я хочу сегодня рассказать, это не методы тестирования, вы о них можете почитать, изучить подробнее, посмотреть какие-то кейсы где-то. Я самое главное хочу рассказать вам то, для чего вообще в принципе нам нужно тестировать. Давайте немножко познакомимся, подискутируем, про себя я быстренько-быстренько рассказал. Есть в зале вообще представители владельцев сайтов? Владельцы есть кто-нибудь? Отлично. Половина, наверное, да? А разработчики есть? Разработчики тоже есть. Немного, но есть. Вот, я сейчас буду обижать владельцев сайтов и буду обижать разработчиков. Кто из вас в принципе хоть раз, не хоть раз, а вообще в принципе что-то тестирует? Свои продукты есть? Вот, знаете, у нас супер аудитория. А что тестируете? Кто-нибудь? Пару тезисов. Что вы тестировали в последний раз? Вайбокс, регистрация. Регистрация. А как тестирование проходило? АБ-тест. АБ-тест. Еще что-нибудь? Какие еще варианты? Кроме АБ-теста кто-то что-то делает еще? Качественное тестирование. Качественное тестирование. Какие? Пользователям были выданы задания, они проходили по этим заданиям. Сценариям. Сценариям, да. Какое количество пользы? 5,30. Хорошо, качественное. А как часто в принципе вы вообще тестируете что-либо? В ходе разработки, работы сайта. Мы подняли руки, мы владельцы сайтов, у нас есть сайты, мы как-то продаем услуги. Тут предыдущие спикеры рассказывали, как красиво трафик наливать, как конвертить, как это все делать дешевле еще, как это правильно чекить с помощью трекингов и так далее. Для того, чтобы этот трафик, который к вам приходит, людей, пришедших к вам по разным каналам, вы как-то сконвертировали, сделали что-то для них поудобней. И, к сожалению, я общаюсь в Гуарах с многими-многими компаниями, не только в Рунете, я вижу общую картину, что никто этим особо не занимается. И сейчас я хочу как раз показать, например, то, для чего в принципе это нужно делать. Любой продукт, то есть самый главный тезис, который я сейчас назову, разработка сайта – это не разовое событие. Почему? Потому что наш продукт до какого-то релиза, вот вы там работаете, чаще всего это происходит, как нашли подрядчика, подрядчик вам что-то делает, вы там хорошо, если вместе общаетесь, но на этом этапе кто-нибудь привлекает вообще пользователей продукты и думает о пользователях. Или вот, честно признаюсь, вот, сколько вопросов там было, сейчас новый сервис в пульте вышел, да? Вы опрашивали пользователей? Я знаю, вот ко мне лично встречались там, по нем у меня было там, не знаю, два-три, может быть, еще таких же, правильно? В любом случае, проект, любой продукт, который развивается – это длинная история. И мы регулярно принимаем какие-то решения. Вот, и если мы принимаем это решение, как нам показалось правильно, но мы не проверили это решение, у нас не было никакой попытки даже его проверить. И мы, ну, так случилось ошибки, сделали какашечку какую-то. Ну, пользователям выкатили, а на выходе им, ну, не то, не работает. И чем позже мы эти решения с вами принимаем без проверки, тем у нас стоимость переработки всего этого продукта становится гораздо выше. То есть, если я на начальном этапе, когда я рисую обычные прототипы, возьму просто и вот эти прототипы покажу людям, для людей, которые должны пользоваться этим продуктом, покупать эти товары, эти услуги. Вот, если черно-белые прототипы вы показали, вы уже снизили свои риски, вы снизили свою зону неопределенности, и люди могут спокойно работать с теми интерфейсами, которые вы там на коленке склебали. Мотаем. Так должно быть, но что происходит в реальности? Мотаем. Я хотел помолчать бы на этом слайде, чтобы просто зачитали вы. Это реальность. К сожалению, это наша реальность, и большинство продуктов, которые у нас на рынке есть, выкатываются и пытаются как-то развиваться, зарабатывать деньги, продавать услуги, продавать товары, они работают вот так. Есть владелец, есть исполнитель, а покупателя в этой цепочке нет. Поехали дальше. Поймите самый главный момент, нельзя пренебрегать мнением покупателя. То есть владельцу нужен какой-то продукт. И владелец заморачивается на этапе его разработки, потом чаще всего вообще забивает, и как бы висит этот сайт, когда я не меняюсь. Но вот он на момент разработки очень часто прям обращается к разработчику, они выпиливают каждый нюанс, там, каждую пиксель, стрелочку обсуждают, куда они там подвинут. Вот это вылизывание продукта, оно вам никак не помогает. Это ваше мнение, если вы не руководствуете мнением вашего покупателя. Идеальный продукт, он никому не нужен, если он не продает. Вот это главный месседж. Сейчас несколько видов тестирования, я вот сколько успею, столько пробегусь, какие-то примеры интересные жизни попробую дать. Да, понятно. Все тестирования, какие есть, как мы уже начали в начале беседы обсуждать, можно поделить на 4 группы вот в такой системе координат. Есть качественные исследования, есть количественные исследования. Качественные мы в основном выясняем, почему пользователь так действует, либо думает. Количественные мы пытаемся померить, какое количество пользователей более достоверные данные какие-то получить. Плюс вторая система координат, это у нас поведение, то есть что наши пользователи делают и что наши пользователи думают. Поведение и отношения чаще всего это очень разные вещи. То есть человек может сказать, что да, все хорошо. Вы какой-то продукт придумали, вот я пришел к другу, говорю, смотри, я сейчас такую штуку запущу классно. Он говорит, да, 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 да. Я кидаю ему ссылку и понимаю, что он по ней не переходил. Но встречаемся через месяц-два, то есть люди говорят, что да, интересен продукт, да, все будет, будет он с этим продуктом, может быть, даже взаимодействовать. Но то, что он сказал, в жизни нифига не так. То есть он не перешел по ссылке, он не проявил этого интереса никоим образом. Поехали. Для того, чтобы что-то тестировать, масса вариантов тестирования существует. Картинка из моего офиса, как мы проводим вот самый первый вид тестирования, который в принципе нужен как точка отсчета на любом продукте, который разрабатывается. Неважно, будь это сайт, будь это мобильное приложение или внутренние системы для какой-нибудь компании. Обязательно нужно делать фотографии. Все знают, что это такая фотография? Есть кто, не знает, давайте вот это так. Портреты пользователей совсем быстро кратик рассказывает. То есть нам надо изучить, кто наши пользователи. Прорисовать их портреты, понять их поле, понять их задачи, понять их выгоды. Все это выписать и сегментировать на группу. То есть так называемая сегментация целевой аудитории в более развернутом виде. Это и есть первая точка отсчета, первое исследование, тестирование, которое необходимо делать. Проще всего для... То есть на самом деле услуга делается в агентствах, специалистами стоит довольно приличных денег. Чем выше уровень агентства, тем вы больше заплатитесь. Но в элементарном, каком-то минимальном виде вы самостоятельно можете это сделать. То есть вам надо не ваше мнение, которое вы знаете о продукте. Все, вы владелец, вы его продаете, вы этот бизнес ведете, вы его настроили, либо вы его придумали. Просто на него забить и пойти читать форумы, блоги, тематические паблики и смотреть мнение людей, что они говорят о вашем продукте, какие у них есть боли, какие у них есть проблемы. После этого вы можете, если это соцсети, вы можете себе сформировать какие-то первые зрительные образы, портреты пользователей, с которыми вы хотите взаимодействовать, с которыми вы хотите это все продавать. Поехали в следующий вариант. То есть исследование можно проводить как в офлайн, так и в онлайн. Более-менее знакомая, наверное, вещь всем – айтрекинг. Долго останавливаться не буду, исследование дорогое, потому что проводится в лаборатории, оборудование, которое ставится, оно чаще всего превышает миллион рублей. То есть мы хотели самую простенькую себе взять и решить, что так редко эта штука заказывается, и столько есть более простых и дешевых вариантов, что отказались от этой идеи. То есть смысл-то очень простой. Мы смотрим, что пользователи делают, но при этом мы еще и чекаем, куда они смотрят. Следующий. Да, у вас есть возможность заработать 10 тысяч рублей на сервисе и потратить их во благо своего сайта. Фотографируем, скидываем в группу. Группа скилзерс, еще раз напоминаю, слайд буквально чуть-чуть висит. Кто первый повесил, того и деньги. Поехали. Фокус группы. Кто может сказать, что такое фокус группы? Вроде название все понятно. Скажи. Группа людей, которые как-то очень... А что это за люди? Кто-то соответствует портрету потребителей. Портрету потребителей. Отлично. Я уже рад, я донес на вас. То есть я слышал очень разные версии. Говорю, фокус группы, мы будем проводить исследования. И в 90-90% случаев фокус группы это оффлайн. То есть в онлайне создать что-то похожее нереально. То есть мы говорим, да, мы делали исследование. Вот приходит владелец сайта и говорит, да, ну я говорю, как вы разрабатывали, как у вас такой продукт в принципе получился, вы пришли ко мне на продвижение в агентство. И хотите его продвигать. Откуда этот продукт? Откуда такие интерфейсные решения? Почему вот здесь там корзина такая, здесь то, а здесь другое? Почему мы дополнительную информацию о каких-то товарах не дали? Еще что? Они говорят, да, мы делали исследование, мы собирали фокус группу. И тут очень грубую ошибку у людей бывает. Говорят, что да, мы вот как владельцы бизнеса сели с разработчиками и все это обсудили. Это не фокус группа. Если вы не выбрали кого-нибудь из потенциальных покупателей своих, кто может пользоваться этим продуктом, то вы потратили время зря. Это просто прифование клиента называется. Поехали дальше. Совместный дизайн. Я думаю, в картинке все будет понятно. Вариантов масса. Самое главное при таком типе тестирования и исследовании обязательно заготовить какие-то мутборды, какие-то картинки, которые вы хотите протестировать на пользователя. Может быть, подборку сайтов конкурентов, которые интерфейсные решения вы считаете крутыми. Но обязательно вы должны показать это людям и спросить, что же они думают об этом, если это ранние стадии какие-то разработки сайта и еще до продакшена. Но этого исследования можно делать уже, наверное, в каких-то поздних стадиях, если вы задумывались о редизайне, и у вас действительно все грустно с конверсией. Поехали? Тайный покупатель. Наверное, тут объяснять вообще ничего не нужно. Мы тестируем всю воронку за счет того, что мы прогоняем наших пользователей по всей цепочке. Мы просим прийти, выбрать себе товар, заказать его, позвонить, рассказать, как его привезли, сколько времени они ожидали звонка менеджера, обратного звонка и так далее. Следующий. Перешли к более дешевым вариантам тестирования. Интервью. Интервью – это упрощенный вариант фокус-группы, и чаще всего он намного эффективней. Но дешевле, понятно, нам надо искать меньше людей и разговаривать с одним человеком. А почему он эффективнее? Потому что, когда мы собираем фокус-группы, многие из людей отмалчиваются. То есть, ну, собрали людей, Алина говорит. С точки зрения психологии люди устроены таким образом, что какой бы компанией мы ни собрались, всегда какой-то лидер выделяется. И лидер мнения для другой группы, оно бывает очень существенно. И в фокус-группе мы можем получить эффект, что кто-то один сказал, остальные… И то есть, ценность этого всего, она всего пропадает. Поехали дальше. Тут я тоже многое буду рассказывать. Юзабильность тестирования. Принцип тоже делается всегда в офлайне. В офлайне это стоит 100-150 тысяч, и мы вот эту модель как раз у себя в сервисе реализовали, сделали онлайн. То есть, мы записываем видео, за счет этого у нас есть понимание, что пользователь делает, и мы дополнительно его опрашиваем анкетами. То есть, мы понимаем, что пользователь думает. Как раз сочетание вот этих двух штук дает нам качественное исследование, которое называется юзабильность тестирования. На выходе мы получаем массив даток, для того, чтобы мы могли найти сладо моменты, более какие-то триггеры для продажи наших важных моментов, которые наши покупатели будут действительно влиять на их принятие решения, покупать нас или не покупать. Дальше. Дневник. Такую штуку мы, честно говоря, один раз всего использовали, но зашла она очень хорошо. Нам надо было протестировать внутреннюю систему. Одного интернет-магазина довольно большого, там сидело вот так вот, несколько таких комнат, как сейчас, сотрудников, которые принимали звонки, и все это чекалось внутри базы. Основная задача была, что вот есть сайт, а есть внутренняя система. И этой системой, как и пользуются сотрудники, мы выдали задание, чтобы они фиксировали все свои действия, по ходу, на некоторых, ну, с первой операции мы сделали без видеозаписи и получили не очень много данных. То есть у нас было куча проблем. Владельцы вообще обратились, потому что менеджеры не пользуются системой, то есть была разработана система, потрачена куча денег, а по факту, кто не пользуется, все лезут на сайт. Основная фишка системы, для чего она разрабатывалась, была маржинальность. То есть когда вы звоните в интернет-магазин или там выбираете, вы какую-то модель выбрали и хотите про нее проконсультироваться. А менеджер с этой моделью вставит в ряд другие модели по тем характеристикам, которые вам важны. То есть вы сказали, у меня там холодильник, у него должен быть ледный генератор, у него должна быть камера такая-то, он должен быть там красного цвета, или еще что-то вы ему называете. Он вводит эти все фильтры внутри системы и видит те же самые товары похожие, но с другой маржинальностью. Его задача продать самые маржинальные, то есть для этого система в принципе длилась. И когда вот мы начали разбираться и читать мнение пользователей, которые пользуются системой, менеджер, продают на звонках, мы увидели, что они не пользуются им, а лезут на сайт, потому что на сайте фильтр сделан удобнее. Понятно, для них способ очень интересный, но вот, к сожалению, на практике элементы, наверное, сложно применить. Дальше. Еще пять тысяч в копилку, кому надо. Раз, два, три. Выкладываем группу, не забываем. Поехали дальше. Сортировка карточек. Все очень просто в офлайне, если вы делаете, ну у вас есть сложные менюшки, вы не знаете, как же лучше, какие категории эти товары поместить, либо какие товары поставить выше, какие поставить ниже, вы сажаете потенциального покупателя, который с вашей линейки знаком, работает, покупает, и просите, разложите в том порядке, как вам важно, как вам интересно. Можно и в онлайне это делать с помощью разных инструментов, но не может сложнее. Поехали дальше. Концерт-тест. Интересно, хотел историю рассказать совсем быстро. Друппокс, знаете, такую компанию? Вот. Концерт-тест – это самая, наверное, простая штука, какая может быть. Вы придумали идею, и вы, прежде чем начать пилить магазин, искать подрядчики и что-то внедрять, разрабатывать, какие-то интерфейсы обсуждать, просто расскажите свою идею пациенту-покупателю. Что сделал владелец компании Друппокс? Он, вот видите, первый, к сожалению, у меня нету, вот эта вот картиночка. Это первая интерация года, наверное, 98-го. То есть он выложил просто идею. Написал, ребята, я вот хочу сделать такую штуку, как вы думаете, кому она будет полезна? И оставил возможность собирать имейлы. То есть он собрал базу, там, по-моему, в 5-10 тысяч имейлов. Вот. Понял, что спрос на эту штуку есть. После этого он сказал, я планирую ввести тарифы и ввел там пачку тарифов. Он, опять же, ничего не пока не продавал. То есть он ввел тариф и посмотрел, как вот эта пользовательская база распределяется, какие тарифы убирает. Он определил для себя ценообразование и только после этого, ну, это одна штеймаль-страничка, которая он самостоятельно там сделан. После этого он уже по всей этой базе, по этим тарифам привлек пользователей и запустил проект, который все сейчас пользуются, знают. Это как раз в сторону концерт теста. Поехали дальше. Украсть нужно. Да? Могут. Но вопрос, как бы, давай в кулак, если будет время, чуть-чуть обсудим. А по тестированию я вообще долго рассказывать не буду. Знаете, слышали, то есть это самый, наверное, популярный вариант тестирования, какой в принципе существует. Он дешевый, бесплатный, потому что можно в гугле все это сделать. Поехали дальше. Еще пятнадцатый, самая большая сумма, какая сегодня будет. Это последние деньги, которые я раздаю. Раз, два, три. Поехали дальше. Сайт, мой сайт. Супер, суперпростая версия тестирования. Вы делаете на коленке два каких-то прототипа. Ну вот, в данном случае, там, прямо из нашей жизни, из жизни студии два прототипа взятых. И показываете саму потенциального покупателя. Можно в соцсетях, если вы ведете какие-то группы, вы можете общаться с людьми. Вы не просто их на котиках показываете, да, не просто, как Ксения рассказывала, да, с ними работать. Вы можете получать от них полезный сигнал еще в плане каких-то качественных исследований для развития своего продукта. То есть, вот здесь сделали два простых логотипа, простых прототипа в какой-нибудь программке типа МакАпса. Делается элементарно. у меня все сотрудники в компании, все 20 человек, у меня как-то главный дизайнер психанул, когда был в отпуске, некому было сделать. Он на следующей неделе вернулся, психанул и сказал, ребятки, все, теперь все, короче, должны уметь МакАпсе делать. И за неделю, за неделю, за один день он всех научил. То есть, включаете, открываете, ничего сложного нет, пилите свою идею на коленке, показываете пользователям, какой вариант лучше. Это уже сужает вашу зону неопределенности. То есть, вы думаете, надо ли слайдер ставить или не надо? Давайте проверим на пользователе, хотя бы на ком-то. На ком-то он потенциально может пользоваться этим продуктом. Поехали дальше. Анализ переходов кликов, то есть, то, что нам предлагают стандартные инструменты типа Яндекс.Метрики. Всем этим надо пользоваться, но я тут хотел как раз маленького-маленького такую историю рассказать по поводу того, что делать. Очень часто спрашивают, а есть ли у нас новая метрика, у нас нет данных? Ну да, можно попробовать найти конкуренты, которые похожи. Но проблема в том, что у конкурентов все равно интерфейсы другие. Есть очень простой способ. Берете ваш интерфейс, здесь я размылил AIDA Sales, который сегодня уже упоминали, да? Размылил в фотошопе по гауссу на 10 пикселей и смотрите самые яркие пятна, которые у вас есть. Эти пятна должны быть целевыми действиями, то есть, порядок взгляда на эти пятна как раз у вас должен равняться тому сценарию, который вы хотите отпользоваться. Более, вы должны почитать заголовок, увидеть поле для работы там ввода каких-то данных с билетами и увидеть кнопку. Вот простой, крутой интерфейс, на главной странице AIDA Sales чаще всего висит такая версия, при размыливании говорит о том, что да, все супер, и как бы даже не зная внутренних тепловых карт, я могу сказать, что тут кликается вот именно вот так. Вот это вот все, что я выделил, оно закликано. То есть, тепловая карта, экспресс, денег не стоит, фотошоп, три клика и вы сделали. Поехали дальше. Тест привлекательности. Тест привлекательности чаще всего делается на каких-то идеях, на ранних стадиях для проведения качественных исследований. Чаще всего показывается какой-то простой интерфейс, пользователь напросит ребятам, какие три прилагательных, каким-то тремя прилагательными вы можете описать этот интерфейс. Ну, здесь, в данном случае, мы при разработке своего проекта на старте, то есть, мы не рисовали интерфейс, мы просто дали ключевое слово и сказали, вот автосервис, опишите, пожалуйста, тремя тезисами просто у себя в ленте. Я сделал, автомобилисты. Какие у вас эмоции вызывает слово автосервис? Вот этот тест привлекательности мы уже нашли на этом этапе, то есть, написалось там 20-30-40 друзей, мы нашли боль, страхи и какие-то важные для пользы моменты. То есть, кто-то там написал оригинальный, кто-то написал там, давайте отсюда попробуем где читать, близкий, то есть, геолокация какая-то влияла. Там очень много, много интересных логеряных, которые помогли нам на начальном этапе просто заводить картину и представить, что наши люди думают. Как и дальше? Есть еще что? Онлайн-опрос. Онлайн-опрос. Попытка провести качественное исследование типа фокус-группы, но на объеме и в онлайне. То есть, это гораздо дешевле получается. То есть, мы даем пользователю какие-то варианты и спрашиваем, ребята, какой вариант вам больше нравится. И за счет того, что это исследование делалось количественно, мы получаем как бы неплохую выборку и статданные, что там вариант какой-то лучше, чем вариант какой-то. Тут все просто, поехали дальше. Да, с тестированием я закончил. То есть, быстренько, быстренько экспресс прогнал 15 разных вариантов тестирования. Я рассказывал не для того, чтобы вы там эти тестирования как-то запомнили, начали пользоваться, потому что по-хорошему про каждое тестирование можно рассказывать отдельную лекцию, показывать кейс, еще что-то делать. Основной месседж моего доклада, для чего я вообще сюда приехал, рассказать вам зрителям. Это то, что нам надо тестировать с вами на любом этапе. Я специально привел цитату Эрика Риса из книжки «Бережливый стартап тончитал». Такую нет? Если нет, рекомендую, почитайте, очень интересно. Как должна строиться продуктовая работа именно с развитием вашего продукта? То есть, любое действие, которое вы сделали, оно превращается в код, которым вы можете проверить на реальных пользователей, получить какие-то данные, дальше на этих данных сами обучиться, и за счет этого обучения придумать новую какую-то фичу, придумать новый какой-то интерфейс, какой-то функционал, который пользователем будет нужен, и опять же пойти по кругу. Это, в принципе, та работа, которая должна быть поставлена на поток, если вы хотите заниматься развитием своего бизнеса, своего продукта, своего сайта, как инструмента для привлечения трафика и источника заработка. Войтем дальше. Теперь все эти исследования, которые я рассказал, презентации наверняка будут доступны, я сам поправлю его, планирую его выложить в ближайшее время. Можно поделить в системе координат относительно времени, то есть на старте нам надо в любом случае хоть в каком-то виде сделать ортографию, дальше в основном идут качественные исследования, потому что они дешевле, и они чаще всего бесплатные, и они быстро делаются, но много времени на это не тратят. Дальше, после точки старта, когда вы запустили первую продажную версию какую-то, вы уже можете проверять на большое количество людей и делать количество исследований. Дальше. Несколько просто слайдов, примеров, то, чего можно добиться. Вот здесь, я не знаю, цифру не очень видно, но я вам здесь скажу, что здесь 17,5% это конверсия одного из сайтов по продаже услуг. Это тот проект, который мы делим в сайте, и мы регулярно проводим на нем исследования и внедряем какие-то найденные в ходе исследования фичи на сайт. Если вы работаете с... Ну, второй график просто в абсолютных величинах, то есть количество заказов насколько растет. То есть меньше, чем за полгода мы вырастили конверсию там с 5% до 17,5%. И таких примеров у меня масса. Почему у меня такие кейсы есть? Потому что я регулярно тестирую, по крайней мере, стараюсь это делать. И в рамках как бы клиентской работы это делать практически нереально. Вы должны, то, что долго рассказывал Ксения, должны немножко сами посмотреть в эту сторону. То есть вы, владельцы бизнеса, должны забыть про офис, забыть про разработчиков и попытаться где-то как-то выйти из офиса и пообщаться с вашими реальными пользователями. Вот так? У меня все. Надеюсь, успею какой-нибудь вопрос ответить. Друзья, я очень рад. Я старался, правда, я понимаю, я просто объясню, почему я все поторапливаю. То есть ты кушать, ты, нет, я не хочу. Ты даешь пищу для ума. А пищу для желудка дают на первом этаже. И сейчас у нас с вами будет перерыв, но перед этим я надеюсь, у вас есть несколько вопросов к Денису. Есть вопросы к Денису? Денису просто хотят. По-моему, это была ошибка, да, сообщить сначала, что будет опять. Я добивался этого, Отмотать куда-то. Фотоаппарат, да, плохо, мягко работает на 15 тысяч. Думаю, никто не успел в онлайне. Ну, давайте на 15 тысяч отмотаем отмотать щит назад. Я успела. А выложили на группу? Тогда не надо. На группу зайдите, проверьте. Если нет, принтак, первый принт, который выложен, все зафиксируем, я... А зафикс-группа какая-нибудь? Ладно, друзья, давайте... Группа это же в фейсбуке slash askusers.ru Можно на начало перемотать еще раз, Самый первый, прям последний слайд. Второй. Нет, не ВКонтакте. В фейсбуке второй слайд вообще в принципе. Вот она группа. Вдруг кто-то еще не успел. Большинство этих исследований можно как-то пытаться сделать с помощью нашего инструмента, который мы все есть. Денис Валерин, но вы можете задать улорок. Субтитры создавал DimaTorzok